Медицинский работник Каждый человек, выполняющий здесь свою работу, важен и нужен. От каждого зависит наше здоровье, появление на свет и жизнь многих людей. Врач ставит диагноз, от его знаний зависит жизнь больного. Не менее важна в лечении роль медсестры. Ее опыт, ловкость и сноровка в исполнении врачебных предписаний, заботливое отношение к пациентам требуется так же, как врачебный диагноз. В этой профессии случайные люди не задерживаются, поскольку больших денег не заработаешь. А отдаваться этому делу нужно целиком, порой жертвуя, даже личной жизнью. Это бессонные ночи, это крики, это плач больных. Особенно, когда поступают дети. Очень, конечно, тяжело смотреть на это, как они мучаются. Но мы все усилия принимаем, чтобы было им легче, чтобы они выздоровели быстрее. Для медсестры важна и в профессии психология. Необходимо понимать человека с полуслова. Даешь жизнь человеку, то есть помогаешь врачам. Даешь жизнь человеку и смотришь, что он выходит из этого кризиса, и что он именно выживает и дальше улучшается. Медицинский работник — это человек, готовый полностью посвятить себя людям. Он берет на себя ответственность за самое дорогое, что есть у человека, за его жизнь. Поэтому профессия медик — одна из самых гуманных и необходимых. Дорогие наши медики, поздравляю я вас всех с наступающим Днем медработников. Желаю вам всем здоровья, счастья и долгих лет. Дорогие коллеги, разрешите поздравить в такой праздничный день с праздником, Днем медицинского работника. Медиками работают поистине любящие люди людей. Поэтому пожелать вам, прежде всего, здоровья, счастья, долголетия, мирного неба над головой. Поздравляю своих коллег с Днем медицинского работника. Что можно пожелать? Здоровья, удачи, благополучия в семье, поменьше работы, чтобы у нас все-таки было, чтобы люди были здоровы. Не все, конечно, будут отмечать этот праздник, потому что кто-то будет на посту. Желаю этим товарищам тоже спокойного дежурства. Ну, чтобы все было хорошо. Именно в третье воскресенье июня поздравления с Днем медицинского работника принимают люди, которые посвятили себя такому сложному и благородному делу, как спасение жизни и сохранение здоровья своих сограждан. Накануне всех работников городской больницы можно было увидеть не в белых халатах, как мы привыкли, а нарядными и с улыбками на лицах. Поздравить медицинских работников пришел глава администрации городского округа города Кумертал Борис Беляев. Дорогие наши врачи, медсестры, фельдшеры, санитары, с огромной благодарностью за ваш труд поздравляю вас с праздником и от всей души желаю вам здоровья, семейного счастья и благополучия. Конечно же, профессиональных побед и успехов. Сложно найти более востребованную, ответственную и гуманную профессию, чем врач. Где бы вы ни трудились, люди всегда ждут от вас помощи и доверяют самое ценное – здоровье, а значит жизнь. Значение медицины в жизни каждого человека и всего человечества в целом трудно переоценить. Профессию медработника, не преувеличивая, можно назвать самой гуманной. Ежедневно, ежечасно от этих людей требуется нравственная и человеческая стойкость и верность своей профессии. Это бескорыстный труд, требующий высокого профессионализма, способности проявлять огромное внимание и сострадание к людям. Поздравил участников праздника и рассказал о достижениях последних лет главный врач Кумерталской центральной больницы Олег Астахов. Кроме того, он принял участие в церемонии награждения лучших медработников. Социальная ответственность медиков, создавая жителей нашего города, не просто красивые слова или декларации. Это главный принцип работы сотрудников Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан, городская больница города Кумертал. В этот день разрешите пожелать вам успехов и легкой работы, от которых зависит самое дорогое, что есть у человека, жизнь и здоровье. Для каждой семьи огромное счастье видеть здоровых детей, родителей, супругов и многих родных людей. Пусть ваши профессиональные навыки и умения сохраняются и приумножаются. А благодаря вашему индустрию, вашим знаниям и самоотверженности, многие люди вновь обретут радость жизни от извлечения от тяжелых летов. Здоровья, счастья, мира, добра, успехов вам на долгие годы. На мероприятии также присутствовали ветераны здравоохранения. Файзула Фазли Ахметов проработал главным врачом более двух десятков лет. Как организатор я планировал создать для медицинских работников хорошие условия. Я думаю, что это получилось, потому что построили за это время детскую больницу крупную, терапевтический комплекс, хирургический комплекс, современный. Такой башкирии даже нигде еще нет. Одновременно работают до восьми операционных блоков. Поэтому годы, я думаю, что зря не прошли. Но со мной работали, конечно, прекрасные врачи, хирурги, терапевты, все специальности. Потому что создать такую мощную больницу, одному только это невозможно. Только создать можно совместно с коллегами. Начиная труд, вкладывая, начиная от санитарок, медсестер, врачей. Вот тогда, когда слаженно работает этот коллектив, эти люди, и создается хорошее условие для наших больных, для наших пациентов. Нашим врачам, медицинским сестрам, санитаркам, всем желаю спокойных ночей. Меньше было, чтобы ночью вызывали удачных операций, благополучия в жизни. Ну, с праздником, дорогие медицинские работники. В продолжении мероприятия присутствующих поздравили лучшие творческие коллективы города и подарили массу положительных и ярких эмоций гостям праздника. В 2017 году стартовала программа формирования городской среды по благоустройству дворовых территорий. В рамках этой программы в одном из дворов города будут установлены малые архитектурные формы. Была подана заявка в эту программу. Данный дом получил номинацию установку малых архитектурных форм. В эту программу вошел и дом по улице Калинина, дом 4. Инициативной группой во главе с домкомом было принято такое решение установить малые архитектурные формы в данном дворе для благоустройства территории, чтобы во дворе детишки могли играть. Существуют различные программы по благоустройству территории. Единственное, что требуется от человека, это инициативы и желание сделать мир немного прекраснее. Жильцы этого дома являются сплоченной командой и уже не в первый раз участвуют в такой программе. Мы жильцами очень хорошо работаем. Я им информирую, они меня поддерживают. Ну и мы видим результат. Когда мы своих детей не видели, они уходили у нас за гаражом, где-то в подвале. Детей воспитывать очень тяжело, но терять еще тяжелее. Ну поэтому мы стараемся, я лично со своими жильцами стараюсь, чтобы дети были перед глазами и спокойно, здоровыми росли. На собрании побывал и глава городского округа города Кумиртал Борис Беляев. Здравствуйте. Дождик, да, с погодой? Но тем не менее, это не мешает нам работать, да? Да. Так, мы сегодня здесь что делаем? Качели устанавливаем, правильно? Да, да, да. Малые, как называется, слюблые формы. Конечно. Самое, что хорошее, здесь ваша какую часть должна? Помочь установить нам эти малые слюблые формы. По крайней мере, показать, где, как, зачем. Может, надо лопату где-то там скопнуть, но участие обязательно жильцов должно быть. Если две трети за, оформляем протоколом и начинаем работать по системе безопасности нашего города, в том числе дворовой территории. Проголосуем? Голосуем, конечно. Кто за, прошу поднять руки. На месте обсуждали реализацию проекта, провели голосование по поводу установки камеры во дворе, а также Борис Владимирович ответил жильцам дома на все интересующие их вопросы.